всем привет дамы и господа с вами как всегда александр и сегодня я хочу вам рассказать о новинке от премиального бренда ну на моделька называется мути это кресло категории 1 2 3 с 9 месяцев до 12 лет можно его эксплуатировать и это кресло интересно тем что знаете цена не маленькая но вот как я вам сказал премиальный бренд это действительно очень хорошо применимо к этой модельки потому что соответствует стандарту и 129 айсайз соответственно очень безопасная здесь очень хорошие дыщащие и натуральные материалы и применены фишечки которые мало где встречаются в этом ценовом диапазоне сейчас мы с нами на него посмотрим изучим как им пользоваться как его крепить ну и вообще в принципе разберемся что это за креслица такое как по мне вот если посмотреть на бренд ну на и у них как таковых неудачных кресел в принципе нет они делают хорошие качественные добротный продукт я про кресло да и принципе вообще в бренде у них все в порядке не вот и претензии никогда не было к креслам у них и в данном случае претензий у меня тоже практически нет есть один маленький нюанс я о нем вам чуть позже покажу расскажу видео так в общем что это у нас такое с 9 месяцев у нас естественно ребеночек должен пристегиваться пятиточечными ремнями для маленького карапузика у нас здесь сразу же установлены мягкие накладки сейчас я вытащу и вам покажу вот такой вот мягкий вкладыш вкладыш здесь по бокам сделан потолще чтобы ребенок лучше фиксировался здесь не просто какая-то губка здесь целый механизм который гасит при боковом ударе дополнительно энергию удара ткани очень очень приятные тактильно летом стопроцентно вот ребенка раздражать не будут ткани прям вот не на трогаешься действительно готов похвалить с тканями все в порядке в общем маленький ребенок ездит у нас еще совсем маленький с этими вкладышами пристегивается пятиточечным ремнем по мере роста ребенка мы смотрим как ему мешает он не мешает если мешает мы его демонтируем и продолжаем опять же ехать ездить с пятиточечными ремнями кстати пятиточечные ремни с накладками не только на плечевой и паховой зоне ну и на ножках тоже сбоку видите дополнительно есть вклад накладки на накладках плечевой зоне используется на обратной стороне специальный материал который не дает скользить ребенку знаете как будто тут такая липкая резина но это очень полезно чтобы при дтп ребенок был лучше зафиксировал и сам ремень ему вот такими знаете резким движением не травмировал его соответственно ребеночка мы катаем ребенок вырос убираем пятиточечные ремни и вход уже идут взрослые ремни к этому мы сейчас с вами вернемся кстати по материалам хочу еще момент сказать потому что здесь материалом особенный подход потому что материала сделано очень качественный дорогие приятный подголовник очень мягкий это далеко не везде бывает сбоку у нас здесь видите так как мишка длина используется дышащая сама сама сидушка вот где-то вот такой вот слой здесь мягких материалов вот по комфорту здесь стопроцентно вот суперски все сделаны и тактильно ткани приятные кстати по уходу за материалами до 30 градусов можно стирать и ну это важно стирать до 30 градусов потому что сядет обратно не оденете в общем с уходом никаких проблем здесь кстати еще из приятных фишек давайте вам покажу это раньше больше брендов делали такие вещи сейчас что-то перестали вот здесь вот магнитик есть и когда нам нужно посадить ребеночка мы берем вот застежку и фиксируем ее сбоку чтобы не сажать на ремень ребенка и потом спать него выковыривать прикольная же тему мелочь но вот приятно и удобно так давайте сейчас посмотрим как пристегивается у нас взрослый ребенок в кресле потом уже посмотрим как кресло регулируется как само кресло пристегнуть к автомобилю взрослый ребенок звучит как странно до взрослый и ребенок в общем ребенок который дорос до 100 сантиметров эти ремешки демонтируем все считаем что их здесь нет используется взрослыми взрослый ремень автомобильный скажем так ремень он у нас этот направляющий специальных подголовники есть и мы ремень проводим туда обязательно это делаете потому что если вы ремень не проведете в подголовнике специальным направляющим момент дтп ремень кто его знает где он окажется нужно чтобы ремень был на плече и вниз по груди сходил был далеко от горла и регулировать подголовник нужно таким образом чтобы вот два пальца вам ориентир ставите на плечо это было расстояние до подголовника не меньше одного пальца не больше двух просто вот запомните такое золотое правило которое ни в коем случае нельзя нарушать потому что будет на горле дтп это может очень плохо в кончится запомнили надеюсь я на этом акцентирую внимание потому что ну замучили уже такими вопросами почему чтобы как это на самом деле очень важно так убираем ремешок и посмотрим как устанавливается само кресло кстати про безопасность еще скажу в комплекте с креслом идет дополнительная такая накладка она соответствует стандарту айсайз а стандарт айсайз он очень требовательны к креслам чтобы они были очень безопасны при боковом дтп и они устанавливают производители кучу разных систем они у них всегда по-разному называются здесь сайт импакт в общем длиннющие название всегда использует но сама суть то что вот эта конструкция она устанавливается с каждой стороны отдельно давайте вытащим вот вот такая вставка здесь вот у нас просовываем она фиксируется и со стороны двери нужно обязательно ее вставить и соответственно использовать со стороны салонта не нужно при боковом дтп эта штука дополнительно гасит энергию дар поэтому не забывайте ее использовать так смотрим как нужно у нас выстегивать само кресло автомобиль в кресле используется такая классическая схема как и везде это якорный ремень он нужно его нужно пристегнуть если седан за подголовником крючок есть пристегиваем и натягиваем ремень если там джип седать универсалы да что угодно у них идет на спинке такие вот маленькие скобки ну и соответственно классический изофикс который ну как и везде пристегнули изофикс потом пристегнули якорный ремень и соответственно можем ехать что касается наклона и вот здесь вот тот самый маленький нюанс который мне не понравился казалось бы что там все нормально но вот я когда регулирую высоту наклон я пытаюсь зафиксировать на крайнем положении и вот она возвращается мне обратно почему не идет да а здесь на самом деле нужно просто взять и дотянуть прям до самого конца потому что вот как бы казалось бы вот и сдернул все дошел уперся во что-то и казалось бы должен зафиксировать но здесь нужно прям вот хорошо дотянуть дотянуть до самого щелчка держать пока вы не слышите этот щелчок на ходу когда ребенок сидит это вот там ловить этот момент крайне неудобно ну это моя придирка принципе ночью на ходу это дергает но обычно это на ходу и происходит на ребенок уснул в общем смотрите наклон здесь как реализован здесь у нас на салазках ездить само сидение и таким образом у нас регулируется наклон здесь нет такой системы вот как капсула до цель целиком регулируется здесь у нас как будто бы спинка и сидушка раздельные вещи она вот так вот ездит кому-то вот такая система наклона больше нравится кому-то по-другому но вот такая она какая здесь есть в остальном же как таковых минут видите только сейчас защелкнул когда сзади поддавил такая система она кому-то нравится кому-то нет но это еще и в общем это единственный момент который мне не очень понравился в кресле в остальном же у меня вопросов к нему нет сделано хорошо посмотрите с какой вагон место здесь если убрать вкладыш реально до 140 сантиметров здесь можно спокойно уместиться даже до полутора метров на н в общем принципе цена у кресла не дешевая но это кресло и попала в ту самую крутую лигу кресел премиум сегментов которые уже попадают на споксикозе сайбокс и риомеры во время притокс и выступает она с ними на равных поэтому цена у них у нее соответствующая но в этой модельке преимуществом от немцев других как по мне лично здесь не нравится ткани побольше здесь она чуть-чуть помягче в целом она чуть-чуть 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 там лучше чуть-чуть здесь похуже но глобально вот как они в целом немцы имею ввиду конкуренты остальные но не немцы не все там немцы конечно но в основном поэтому она достойна внимания и проходить мимо него при выборе кресла не стоит поэтому приезжайте в мир автокресел с ребеночком желательно посадите примерьте в остальных креслах и вы поймете что это кресло действительно достойно внимания все что в обзоре сейчас сказал это правда и на него нужно обратить внимание но выбор естественно как всегда за вами я лишь могу пожелать вам сделать этот выбор грамотно и поставьте пожалуйста лайк напишите комментарий какой-нибудь это помогает развитию канала и подпишитесь на канал чтобы мне как можно большим людям было интереснее снимать обзоры ну собственно всего вам доброго до свидания